здорово друзья это прямое включение из гаража и ждали соседал и сегодня наконец-то я получил товары и запчасти которые необходимо заменить с момента покупки сегодня в этом видео будет частичная распаковка всех запчастей которые я получил на очереди замена задних тормозных колодок передние поменял с задними там нужно поиграться а без кальяна и без табака это невозможно японский ветеран ожидает свою очередь на распаковку запчастей ни одна посиделка в гараже у нас не обходится без табачка бывает что за один визит гараж скуривается 1 той 2 пачечки итак по традиции запускаем плиточку есть кальян есть запчасти есть настроение все это менять пучок кальян заправлен теперь можно приступать к распаковке ну чё кальян у нас распакован упаковочка с обчастями лежит передо мной мы приступаем к распаковке итак первое что это это у нас подушка двигателя скорее всего задняя я заказываю переднюю но по размеру похоже на заднюю а а нет это передняя кстати фирма gsp несмотря на то что это заводской китай вполне неплохого качества поверьте знаю в общем хочу сказать сразу некоторые запчасти здесь с очень древних залежей со склада которые лежали там кучу лет у меня есть доступ таким запчастям поэтому сейчас буду смотреть раритет и так первый раритет это воздушный фильтр производителя сакура это производитель япония и старых запасов вот такой вот фильтрец принципе неплохого качества тут есть вот стрелочка куда нужно правильно устанавливать поток воздуха сейчас будем его менять это самое простое итак прокладка клапанной крышки взял ее про запас моя не сифонит но на всякий случай как западло ее не будет под рукой когда она будет нужна плюс эти прокладки нужно долго ждать поэтому я заказал наперед тем более цена копеечная взял самый дешевый антифриз так как предыдущий хозяин сказал что здесь залита обычная вода мне такой вариант не устраивает лучше дешевый антифриз чем обычная вода партия свежая 30 число 10 месяца 2020 года это хорошо дальше тормозная жидкость когда я устанавливал передние колодки был в ахере что тормозная жидкость у меня превратилась в воду как она еще тормозит я не понимаю поэтому будем менять сейчас задние колодки и тормозную жидкость также на всякий случай взял литов 24 мало ли пригодится в гараже сейчас запасов второй мировой войны производитель сакура у нас кстати в украине уже практически данного производителя нету все что продается остатки со складов это у нас я так понимаю это стойкий стабилизатор передние кстати по качеству бренд охеренный хоть цена смешная но качество у них охеренно под клапанной крышке находится вот такая вот херовина которую тоже нужно менять ее найти нереально сроки поставки практически месяц но цена фигня поэтому я заказал заранее как видите 2006 года она выпуска и лежала на складе поэтому я все запасся заранее как раз пришло к тому времени когда нужно поменять на очереди крышка распределителя зажигания или скажем так крышка трамблера не знаю нахера я взял просто это увидел цену на эту машину на запчасти решил купить все что же вижу вот такой вот артикул сделано это скорее всего в польше хотя написано италия не верю это japan parts по сути они производят в польше запчасти еще один польский бренд ямато многие думают что это япония не сыра это не япония это старая польша в данном случае задняя подушка двигателя уже со следами ржавчины видимо давно лежала на складе но это будет лучше чем разбитая моя идет в общий список производитель ашик основа вот как я был прав это japan parts это шаровая опора кстати их тоже нужно поменять потому что здесь они разбиты в дрободан и таких две штуки дальше у нас фильтр топливный потому что предыдущего деле сказал что стоит от ланоса мне такой подход нравится но не очень вот оригинальный оригинально технически выполненный фильтр производитель джесси асакаши у коробки у нас остались два наконечника производителя ямато та же польша детали изготовлены довольно таки качественно несмотря на то что польша сейчас многие думают что ямато это япония нет это не так к сожалению хотя старые запасы скорее всего еще японский потому что вот здесь вижу японские надписи хотя видите здесь польша польский шрифт в итоге вот это вот все барахло ну кроме водички и кальяна обошлось мне практически 100 баксов на бмв такая коробочка мне бы обошлась в 300 бачей по самым дешевым брендом поэтому тачка огонь она мне уже нравится позволит экономить средства спасибо что смотрел мой канал подписывайся ставь лайки и до новых встреч пока спасибо